Европарламент призвал Еврокомиссию выработать для стран-членов ЕС общий подход к проблеме проституции. За это проголосовали на пленарной сессии в Страсбурге 234 депутата против 175 при 122 воздержавшихся. Одобрено в частности предложение декриминализовать тех, кто торгует своим телом, но зато привлекать к ответственности их клиентов и сутенеров. Доклад о регулировании проституции в ЕС подготовила депутат-социалист Мария Нойхель. Проституция – это стабилизация против женщин. Мы должны улучшить потребность. Улучшить потребность означает, что мы должны сделать это очевидно, что это не позволит купить женщину. Я думаю, что это очевидно. Для всех вещей, которые не позволят, первые разумные деньги, и вторые разумные деньги – это преследование. Авторы предложения утверждают, что оно поможет справиться с трансграничными последствиями проституции, включая торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. Бывшие секс-работницы рассказали Евроньюз, каких изменений они ожидают от нового законодательства. И, в основном, что происходит с длинностью Европа, потому что мы должны быть реальными технологиями. Мы должны быть реальными технологиями. Мы должны быть реальными технологиями. и de respeto, и de buen trato entre mujeres и hombres, что это то, что мы aspirаем. Однако, Европейская коалиция за права секс-работников утверждает, что в парламентской резолюции игнорируются негативные последствия криминализации клинтуры секс-бизнеса и что в результате проститутки уйдут в подполье и будут больше подвергаться насилию. Зеленый депутат Терри Рейнк утверждает, что не все те, кто предлагает интим за деньги, могут считаться жертвами насилия. Некоторые агентства ООН, в частности Всемирная организация здравоохранения, а также крупнейшие правозащитные организации, такие как Amnesty International и Human Rights Watch, тоже выступают против криминализации покупки сексуальных услуг. В прошлом месяце Европейский суд по правам человека согласился рассмотреть дело, возбужденное секс-работницами, которое оспаривает французский закон на преследование их клиентов, принятые в 2016 году.